Здравствуйте! В эфире программа «Подробности» и сегодня подробно поговорим об итогах географического диктанта. В прошлое воскресенье впервые на территории России и, естественно, впервые в Рязани по инициативе русского географического общества был проведен этот самый географический диктант. В нашей студии председатель регионального отделения русского географического общества, почетный гражданин Рязани, известный путешественник Михаил Малахов. Михаил Георгиевич, добрый вечер! Здравствуйте, Евгений! Судя по тому, что мы видели, судя по количеству участников мероприятий, что называется, получилось. Да, я бы сказал, с полной уверенностью, без зазрения совести, диктант состоялся. Ну, по крайней мере, вы знаете, то, что вот хотелось бы получить, мы, наверное, получили. А хотелось бы получить какую-то определенную явку, более-менее внятную, на основании которой, может быть, как же рязанцы знают, географию. Прежде всего вопрос касались географии своей страны. И второе, тем самым как-то посмотреть активность и, так скажем, количество людей спрогнозировать, которые интересуются географией собственного края, истории и так далее. Но активность, насколько я понял, организаторы такой даже не ожидали. Ну, скажем так, у нас площадка была первая. На заявку на то, чтобы быть площадкой, местом, где люди могли проверить свои географические знания, подавали несколько школ. Первая пришла заявка из первой рязанской средней школы. Им большое спасибо за такую активность. Кстати, они и были в числе самых активных с точки зрения написания диктанта. Но затем была инициатива и Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Понятно, что преимущественно была одна университета, более мощная площадка, методическая площадка для обучения будущих педагогов, в том числе и географии. Поэтому хорошие географические кадры, профессора, доценты. Понятно, что она была удобнее. На этой площадке мы организовали предварительную запись в интернете. Каждый мог записаться, хочет ли он принять участие в географическом диктанте. Мы поразились и немножко испугались, когда за два дня до начала этой акции видели количество заявок. Это было около 700. Причем география вся Рязанская область. Причем возрастные категории были преимущественно молодежь, школьники, может быть, студенческого возраста. А что оказалось в действительности? Поэтому готовили все необходимые материалы, как-то стандарты ответов, какие-то инструкции, помещения, технический оборудование. Потому что, на самом деле, надо было соответствовать определенным требованиям, которые рекомендованные штаб-квартирой в Москве, русского географического общества, то есть организация требовала определенной подготовки, определенных ресурсов. В том числе и материальных. Что в реале оказалось? В реале оказалось, вы знаете, приятно было, уже с половины десятого объявили, вернее, с половины одиннадцатого, да нет, именно с половины десятого начали приходить первые желающие. Официально стартовало в 12 часов, с 11 официальная регистрация начиналась. И люди шли, 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 и мы обратили сразу внимание, что идут в основном люди взрослые. Да, были ребята, школьники, запомнился, ребята очень активные, из Искры подошли, сразу сфотографировались, я им первый вопрос задавал, за какие коврижки вас сюда направили. Нет, мы любим, мы занимаемся, рядом стоял педагог, она это дело подтвердила. Такую же провокацию я устроил для студентов-курсантов одного из наших военных училищ. Да нет, сказали, у нас очень активные учители, преподаватели, выпускники географического факультета университета, мы делали, мы сами пошли, ни за отгулы дополнительные, то есть увольнительные, да нет, все интересно себя проверить. В основном взрослые. Я разослал письма на наш депутатский корпус, как в городскую думу, городским депутатам, так и в областную думу. Вот что интересно, ну, персонально было вам приглашение, я не знаю, хотя вы были в командировке. Не смог, хотя уверен, если бы не в командировку, вы, наверное, там были. Причем участвовать. И, ну, вот интересно знать, а как власть отреагировала, да? Так вот среди депутатов первым был, так, наверное, положено быть руководителю, это председатель Рязанской городской думы, глава муниципального образования города Рязани Андрей Анатольевич Кашаев. Подал личный пример, хотя больше никого из депутатов ни областного корпуса, ни районного, ни одного представителя, по крайней мере, я не заметил, исполнительной власти, мы на этой площадке не видели. Ну, я думаю, что наши чиновники испугались. А вот про население остальное нельзя сказать, что испугалось, но преимущественно оказались люди взрослые. А ведь в каждой аудитории, у нас было 8 аудиторий, мы всегда приглашали людей достаточно статусных. Нас посетил и зачитывал вопросы Валерий Николаевич Шацкий, зачитывал директор музея путешественников капитанов Александр Николаевич Андрей Анатольевич Кашаев, зачитывал профессор Кривцов, известный колох Евгений Рыбаков. Знаете, Петр Завишо, ваш коллега, известный в Рязани телерадиокомментатор, ведущий, тележурналист. И, вы знаете, приятно было, все на призыв отреагировали, выходной день пришли. И, конечно, нам было приятно видеть, списывающих не было. Мы специально обращали внимание, вот так, чтобы кто-то чего-то... Ну, это же все-таки неофициальное какое-то мероприятие, это, что называется, для себя. Ну, и вот если... Я могу даже так сказать, Евгений, да, вот с точки зрения вопросов. Я вот всех прочитал, сам я не участвовал, хотя должен был первоначально зачитывать. Потом мы как-то с ректором университета Алексеем Александровичем Зиминым почувствовали, что вот надо пройти по этим всем восьми площадкам и просто людей поприветствовать, поблагодарить вот за эту активность, в глаза посмотреть этому нашему потенциальному географическому активу. И мы это сделали, и больше того, предложили после диктанта, я предложил послушать лекцию о деятельности географического общества об экспедициях, которые мы делали, пригласили желающих всех в специально открывшийся на это время Рязанский музей путешественников, и это тоже состоялось. Около пяти человек было на лекции, примерно такое же количество пришло уже после диктанта в музей путешественников, очень хорошее было неформальное общение, то есть было ощущение какой-то такой радости. И общности. Ну, а вот если говорить не об организационной, а уже, скажем так, о практической стороне дела, каков уровень знаний показали люди, пришедшие на диктант? Ну, уровень знаний реально мы будем знать, к сожалению, только через месяц, когда на сайте Русского географического общества все желающие, все, кто участвовал в диктантах, как явившиеся лично, так и в онлайн пытались это делать, они могут на сайте РГО, начиная с 10 декабря, проверить свой результат. Он на самом деле анонимный. Я про себя могу заранее сказать. Мне показалось, уровень достаточно хорошей для, в целом, так скажем, аудитории, не занимающейся географией. Ну, где-то примерно на 2-3 вопроса, наверное, у меня были сомнения, как я мог ответить. Но интересно, вот что буквально через 2 дня после этого я был в Москве, встречался с нашим ведущим географом, директором Института географии и Академии наук, академиком Котляковым Владимиром Михайловичем. Он почетный президент Русского географического общества. Первый вопрос, который он задал мне, как в Рязани диктант, а потом мне сообщил. Я вот сам ответил на вопросы, но где-то на 2-3 не смог ответить. Так что тех, кто участвовал и переживает за результат, не волнуйтесь. Если академики, географы, ведущие в стране на 3 вопроса не отвечали, не получили 100% результат, наверное, все-таки это для вас шанс действительно не расстраиваться, если результат будет не 100%. И по другим регионам, если позволите. Да. Я специально поинтересовал. Хорошо, для Рязани я счел 350 человек лично явились. В 2 раза меньше, может, чем заявились. Я не учитываю тех людей, которые заполняли онлайн. А такие были, я знаю, среди моих знакомых. К сожалению, сайты РГО, которое это дело организовал, рухнули. И как они объясняют, из-за технической неподготовленности в связи с большим количеством желающих наплыва. Сейчас вот появились буквально этими днями общие цифры. Общая цифра звучит так. Где-то 27 тысяч человек лично явились на всю страну, по всем субъектам Российской Федерации, чтобы заполнить анкету с ответами на представленные 25 вопросов. То есть, Рязань выше среднего, получается? Дальше, это вот общая цифра, я думаю, что чуть-чуть, да. Дальше я просто те ионы, куда мы ездили, область, куда мы ездили с нашими выставниками, да, позвонил в схожую по размерам Ульяновскую область. Вы знаете, меня поразил ответ. 350. Дальше позвонил в область, куда только что приехал на прошлой неделе, я же был гостем географического общества, в Томске. Великолепные два дня, сплошь выступления, встречи и так далее. Большая тоже активность людей. Вы сами можете угадать, сколько было человек. 350. 350. Евгений, я вот удивляюсь, Рязань 350 дает человек, не удержался, позвонил в Ярославле, где мы были с выставкой в прошлом году. 254. Дали цифру, без учета, конечно, тех, кто заполнял в онлайн. Ну вот, причем везде, конечно, отмечали все-таки так вот большой энтузиазм и просьбу подобные мероприятия, подобные, значит, точно так же, да, как-то проводить на регулярной основе. Совершенно готов присоединиться к этой просьбе. Действительно, было здорово. Действительно, географический диктант вызвал большой интерес, во всяком случае, у рязанского общества. Действительно, хотелось бы присоединиться к этой просьбе, чтобы подобные мероприятия были продолжены. Мы подводили итоги географического диктанта. В нашей студии был председатель регионального отделения Русского географического общества, почетный гражданин Рязани, известный путешественник Михаил Малаков. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин